Как давно у вас служите в Человаковане? Два месяца идет. Вторых лет? Около двух месяцев. Как попали туда? Издомли. Ехал в Человаковане. У Лаги. У Лаги. Ага. И предложил, изучая, что 6 месяцев проходит, служишь и все. При истечении 6 месяцев, новые документы, новые. Ну, короче, все. Учет. Где вас знали плен? Кто вас знал плен? Беларусь, Любовь. Да, да. Еще точнее, пол-Калиновского. С вами обращаются нормально? Да. Мы очень хорошо обращаем. Мы вас обращаем. Значит, сейчас попили водичку. У нас остановка коротенькая. Попьем водички. Покурите. Еще выпьете чаю. И поедем уже оказывать вам помощь дальше. Валер. Значит, хотелось бы также обратиться ко всем российским военнослужащим, которые вдруг вздумают там пойти для того, чтобы послужить, попытаться полгода на войну в Украину и после этого получить амнистию. Как правило, заканчивается все по-другому. Однако, я хочу сказать, что полк Калиновского действует почти по всем фронтам. И сдаваясь в плен белорусов из ГУР, полку Калиновского, мы гарантируем вам нормальное человеческое отношение, оказание медицинской помощи и соблюдение ваших прав как человека. Это не пиздешься, это так, пацаны, да? Да. Так что, ну, добро пожаловать в Украину не буду говорить. Но если уж попали, то сдавайтесь в плен. Сдавайтесь в плен. Будете целее и останетесь живы. Бойцы ЧВК Вагнер. Нас взяли в плен бойцы полка Калиновского. Мы обращаемся к нашему руководству и к Российской Федерации, чтобы обменяли нас на бойцов Калиновского. Бойцов Калиновского, полка Калиновского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова